здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим про препарат грандоксин и про факторы психотравматизации при неврозе вот препарат грандоксин это транквилизатор дневной транквилизатор который назначают очень широко при жалобах пациента на различные проявления невроза но в самом внутри в структуре невроза человека вот мы можем выделить и должны выделять мы врачи должны выделять эти факторы которые человека травмируют или как сейчас модно говорить оказывают токсическое воздействие например человек общается с каким-то знакомым или даже считает этого человека своим другом приятелем но тот человек манипулирует им или различными способами почему-то влияет на него именно токсическим образом то есть он его различными как как каким-то образом оскорбляет унижает подвергает насмешкам при помощи манипуляций вынуждает что-то для него делать различными способами то есть в различным способом он его так скажем повреждает но человек который находится в неврозе и явно страдает от этого психотравмирующего фактора не воспринимает критический вот этот источник токсинов то есть он считает ну да это вот такой знакомый вот ну вот такой такой сложный у меня есть там друг приятель знакомый коллега да вот он да он на меня влияет да мне тяжело но как источник источник проблемы один из из источников невроза он не может его выделить и вот задача врача обратить на внимание на то что этот фактор для него является повреждающим другой пример человек зависим от каких-то новостей эти новости какой-то канал новостной эти новости его также травмируют повреждают его невроз основывается на этих психотравмирующих новостях которые его пугают постоянно они его пугают они состояние его вводят вот дистресса но при этом он не критично книг к этому относится он говорит что ну как же я могу не смотреть новости ведь мне обязательно нужно контролировать ситуацию здесь давайте выделим что обратил внимание что необходимости якобы вот в этом контроле его нет этой необходимости есть ну скажем так какая-то иллюзия человек поддерживает в себе иллюзию что ему необходимо контролировать эту ситуацию на самом деле такой необходимости нет и есть какая-то скажем так одержимость человек почему-то игра или лучше так сказать зависимый человек почему-то склонен общаться с людьми которые его повреждают смотреть какие-то фильмы которые на него отрицательно воздействует смотреть какие-то новостные каналы то есть подключаться к этому источнику токсинов то есть как будто бы человек вот у него есть какая-то потребность пить из грязной лужи когда здесь сейчас рядом есть чистый источник но он игнорирует этот источник из лужи он наоборот напивается и он понимает что он страдает от этого он где-то разделяет вот то что обращают внимание его знакомые родственники врачи что этот фактор для тебя опасен он токсичен для тебя но вот до конца включить критику человеку очень сложно и вот задача врача обратить внимание на это то есть врач должен выделять вот эти токсические факторы психотравмирующие факторы и способствовать их устранению то есть человеку нужно отключиться от этого источника ему нужно включить логику сказать что дважды два есть четыре то есть вот эту формулу ему вот вот этот фактор вот это воздействие вот твое плохое самочувствие значит что нужно сделать отключить этот фактор вот тогда будет человеку значительно легко легче ему будет и тогда и лучше будут действовать препараты такие как грандоксин то есть просто назначить человеку препарат не устраняете факторы ну и что дальше грандоксин назначается ну максимум на две недели дальше его нужно убирать поскольку в общем-то любой транквилизатор назначается на две недели смысла дальше нет его назначение дальше нужно уже назначать антидепрессанты или еще какие-то средства но дальше не нужно назначать грандоксин а вот если мы будем исключать психотравмирующие факторы то тогда действительно мы можем прикрыть тревогу при помощи грандоксина и за эти две недели достаточно эффективно человеку помочь вот что я хотел бы сказать в целом о препарате грандоксин его прикладном значении и он неврозе в целом благодарю за внимание